Есть правила, следуя которым можно обезопасить себя и свою семью. В чем их суть? Узнаете из сегодняшнего выпуска. Бывший офицер ЦРУ Джейсон Хансен утверждает, что знает все о том, как не стать жертвой разбойного нападения или мошенничества. В своей книге он предупреждает об опасностях, которые подстерегают нас на улице и на парковке, в путешествии и в собственном доме, разоблачает многие уловки современных злоумышленников и учит быть готовым к любым неожиданностям. Приветствую, на связи НьюСолдат. Сегодня мы расскажем о профессиональных правилах сотрудников спецслужб, которые помогут защитить себя и свою семью в любой ситуации и сформировать у вас логику выживания. Поехали! Что такое логика выживания? Это уверенность в том, что вы знаете, как следует отвечать на любую чрезвычайную ситуацию. Уверенность в том, что вы способны быстро и с умом отреагировать на кризис при помощи подручных средств. Уверенность в том, что вы готовы обеспечить безопасность семьи. Она столь же важна, как и сами навыки защиты. Для того, чтобы приобрести последний, Джейсон Ханссон сформировал семь правил, следуя которым, как утверждает автор книги, вы станете настоящим защитником своих близких и сможете постоять за себя. Итак, передаем от первого лица. Правило первое. Практическое применение. Жизнь редко бывает простой и ясной. Моя шпионская подготовка научила меня тому, что, как бы хорошо вы не знали, что делать в чрезвычайной ситуации, выручить вас может лишь способность адаптировать эти знания под обстоятельства. Изучая различные приемы, помните, ваша способность применять их на практике – вот что имеет значение. В жизни не всегда все идет так, как запланировано. И самое главное – быть готовым решать подкидываемые ею проблемы с помощью того, что окажется под рукой. Это правило хорошо тем, что его нетрудно выполнять. Вы можете быть смелым, сильным, влиятельным человеком, но все эти замечательные качества вряд ли помогут, если вы не в состоянии приспосабливаться к новым и потенциально опасным ситуациям. Старайтесь культивировать в себе способность меняться, приспосабливаться, применять на практике свои навыки. Правило второе. Верьте в себя. Я из тех, кто считает, что вера в себя – самое главное. Я просто не желаю, чтобы моя семья или я сам на кого-то надеялись, от кого-то зависели. Личная ответственность и вера в себя – вот что должно стать вашей философией. Если присмотритесь, то в жизни вы встретите немало примеров того, как ситуации заканчивались трагически именно из-за отсутствия веры в себя, а ведь трагедии можно было избежать. Поэтому чем раньше вы поймете значимость веры в себя и способности самостоятельно действовать в сложных ситуациях, тем лучше. Друзья, а вы в себя верите? Когда эта вера спасала вам или вашим близким жизнь? Расскажите в комментариях под видео. А мы продолжаем. Вера в себя равно помощь другим. В этой формуле нет ошибки. Да, я считаю, что вера в себя – ключевое качество, когда речь идет о выживании. Но оно имеет ценность и по другим причинам. Как только мы обретаем веру в себя, мы автоматически становимся тем человеком, который способен помогать другим. Правило третье. Не стройте из себя героя. Позвольте внести ясность. Это правило отнюдь не призывает опускать руки в трудных ситуациях или не стараться быть ценным, полезным членом общества. Это правило говорит о здравом смысле, о том, что от конфронтации лучше уходить, даже если вы в душе противитесь такому решению. Поверьте, я знаю, насколько это бывает непросто. Как-то раз – дело было в Балтиморе – я совершал утреннюю пробежку. Я бежал в сторону гавани и вдруг увидел, что впереди меня по тротуару идут двое. Я был в спортивном костюме и кроссовках. Они же были одеты весьма формально, что, согласитесь, несколько странновато для шести утра. Когда я нагнал незнакомцев, то увидел, что они переглянулись и расступились, словно приглашая меня пробежать между ними. Прими я их приглашение, неизвестно, что из этого могло бы выйти. Я принял решение в пользу безопасности. Перебежал на другую сторону улицы, при этом сохраняя визуальный контакт и давая понять, что я настороже. Возможно, они не замышляли ничего дурного, а возможно, за углом их поджидали шестеро крепких корешей, готовых меня ограбить. Я хочу сказать, что я не позволил моему эго взять над собой верх. Мне не требовалось, рванув проход между ними, доказывать себе, что я отчаянный смельчак. Поверьте, самые крутые и тренированные парни, которых я встречал в ЦРУ, были еще и самыми тихими и спокойными. Они были уверены в себе, им не требовалось демонстрировать, на что они способны. Я достаточно сообразителен, чтобы понимать, что не нужно нагнетать обстановку. Мне хватает ума, чтобы понять, что я могу нарваться на типа, который подготовлен куда лучше меня, или на того, на чьей стороне сегодня удача. Ощущайте в себе силу. Понимайте, что вы кое-что умеете. Овладевайте новыми навыками, но помните, обретенную силу и навыки нужно использовать с умом. Правило четвертое. Движение – это жизнь. Приведу пример. Предположим, к вам приближается кто-то с ножом. Вам надо немедленно принять одно из двух решений – либо убежать, либо нарваться на нож. Я намеренно упрощаю ситуацию, потому что хочу, чтобы вы поняли – правильное решение – бегство. У этой концепции есть и другие аспекты. Например, вы будете поражены, узнав, что в авиакатастрофах люди часто погибают не потому, что самолет оказался на земле, а потому, что они надышались ядовитым дымом. Некоторые настолько парализованы страхом, что, вышив при падении самолета, продолжают сидеть с пристегнутыми ремнями, поскольку запомнили, что это первое средство безопасности. А выживают те, кто, отстегнув ремень, двигаются. Они не замирают от ужаса, они стремятся поскорее убежать, выбраться из горящего самолета. Вы должны помнить об этом в любой опасной ситуации, будь то ураган, авиакатастрофа или террористическая атака. Движение – это жизнь. Правило пятое. Главное – общее впечатление. Итак, вы должны четко представлять, какое впечатление вы и окружающие производите сейчас. Задайте себе следующие вопросы. Я похож на жертву? А мой дом, он выглядит так, словно в нем никто не живет. Как я двигаюсь? Уверенно или нет? А какое впечатление производят окружающие? Тот тип в ресторане. Он выглядит подозрительно. А тот человек, который прошел мимо меня в супермаркете, следит за мной. Понимание того, какое впечатление производят окружающие, и способность самому производить определенное впечатление, играют ключевую роль в искусстве безопасности. А вы согласны с этим правилом, друзья? Высказывайтесь в комментариях под видео. Идем дальше. Правило шестое. Понимание нормы. Это ключевая концепция всей разведывательной деятельности. Вы просто не в состоянии оценить, до какой степени опасна ситуация, если не знаете, что для данного места нормально и привычно. На этой улице всегда такая толчая? Этот уровень шума обычен? Или происходит что-то странное? Если вы не понимаете, что является нормой для вашего дома, вашего квартала, места, где вы работаете, вы не поймете, что вам грозит опасность и пора принимать немедленные меры. Способность определить ориентиры, понять, что есть норма – это ключевой компонент любой разведывательной деятельности. Правило седьмое. Всегда сохраняйте ситуационную осведомленность. Если вы не соблюдаете ситуационную осведомленность, то есть не владеете знаниями об обстановке. Вам не помогут никакие тренировки. Запомните раз и навсегда. Ничто из того, что вы умеете, не спасет вас, если вы не будете четко видеть, что происходит вокруг. Если вы уткнулись носом в смартфон или, идя по улице, увлечены беседой, то вы ни за что не заметите, что за вами следят. Помните, я не навязываю вам паранойю, а всего лишь призываю к здоровому вниманию к окружающей действительности. Ситуационная осведомленность – это то, что помогает вам избежать нападения, просто перейдя на другую сторону улицы. Это требует определенной практики и решимости, но добиться такого понимания действительности вполне возможно, а оно может спасти вам жизнь. Пример из книги. Вооруженные мачете-люди в масках грабят дорогой мексиканский ресторан на Манхэттене. Перепуганные официанты жмутся к стенам, посетители замерли за столиками, и лишь один человек у бара сохраняет полное спокойствие, не замечая, что творится вокруг. Грабители забегают за барную стойку в поисках наличности. А он не только продолжает что-то там высматривать на экране своего сотового, но и приподнимает пустой стакан, давая понять, что не прочь выпить еще. А потом пересаживается на другой табурет, чтобы дать проход грабителю. Позже этот человек говорил полицейским, что ничего не видел, так как все время смотрел в телефон. Умудриться пропустить ограбление в метре от себя, ярчайший пример поразительного отсутствия того, что называется ситуационной осведомленностью. Агенты ЦРУ получают лучшую на свете подготовку. Они способны отразить любое нападение, за несколько секунд освободиться от пут, они виртуозно управляют автомобилями и могут уйти от любой погони. Однако ситуационная осведомленность – это главный инструмент выживания агента. Мы также знаем, что лучший способ победить в поединке – вообще не вступать в поединок. Именно понимание ситуации, ее видение, осведомленность о ней позволяет нам совершать необходимые действия еще до того, как разразится кризис. А если дело доходит до оружия, значит мы что-то упустили, значит наша ситуационная осведомленность оказалась не на высоте. Этот навык необходим и в гражданской жизни. Автор книги приводит пример из собственной жизни. Я познакомился со своей будущей женой, когда она училась в юридической школе в Балтиморе. Школа эта находилась в районе не то чтобы опасном, но не совсем благополучном. Недавно, например, кого-то зарезали на близлежащем мосту. Поэтому я не хотел, чтобы она ходила там одна после вечерних занятий и всегда ее встречал. Но в неприятности мы влипли как раз средь бела дня. Тот осенний день был просто потрясающим, так что я решил зайти за женой и пешком пройтись в ресторан во внутренней гавани. По дороге я обратил внимание на человека, который вел себя как-то странно. Он несколько раз переходил с одной стороны улицы на другую и все время на меня поглядывал. Так что неудивительно, что я почувствовал неладное. Мы с женой остановились у перехода, ждали, когда зажжется зеленый свет. Тот человек остановился в метре от меня. Я следил за ним боковым зрением, в особенности за руками, потому что убивают именно руки. В руках может появиться нож или пистолет, да и кулаки – это тоже оружие. Когда загорелся зеленый, я намеренно пошел медленно. Человек тоже не торопился, шел шаг в шаг со мной. К этому моменту я уже достал свою тактическую ручку. Сделав три шага, я повернулся к нему и сказал «Простите, не подскажете ли который час?». Он с ответил «Четыре тридцать». Мы секунду смотрели друг другу в глаза, но эта секунда показалась мне вечностью. Вдруг он развернулся и быстро пошел прочь. С тех пор я его больше не видел. Спросив его, который час, я добился двух целей. Во-первых, полностью устранил момент неожиданности. Мои руки были свободны, так что при необходимости я мог ударить или разоружить его. Во-вторых, я знаю, что обычное время человеческой реакции около полутора секунд. Именно столько, как минимум, нужно, чтобы отреагировать на ситуацию. Если бы он напал на меня, мне бы потребовалось полторы секунды на то, чтобы защитить себя и жену. Незнакомец ответил на мой вопрос, сказал который час, затем мгновенно развернулся и пошел прочь. Именно это доказывает, что он замышлял что-то недоброе. Если бы он ничего дурного не планировал, он бы продолжил путь в прежнем направлении, к внутренней гавани. Преступники не хотят, чтобы те, на кого они нацелились, знали об их планах. Но я знал. И когда он понял, что я знаю, предпочел скрыться. Будучи внимательным к тому, что меня окружало, я смог определить, что нам с женой грозит опасность и смог предпринять ответные действия. В принципе, эту ситуацию можно было бы разрешить другими способами. И этих способов много. Однако главное, я сделал хоть что-то. Я доверился своему чутью и отреагировал. А вот если бы я пялился в сотовый телефон, все могло бы завершиться стычкой с грабителем. Таким образом, семь правил, о которых мы говорили выше, в сочетании с приемами самозащиты, которыми вы можете овладеть как из самой книги, так и любым другим способом, помогут вам усмирить собственные страхи и беспокойство. Мы живем в пугающие и непредсказуемые времена. Но знания, умения и уверенность – вот то, что позволяет справиться с любой ситуацией. На этом все. Лайкайте видео, активно его комментируйте, предлагайте новые темы и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить самое интересное.